Александр Лукашенко выступил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Белорусский лидер заверил, государство продолжит поддерживать людей в погонах. Президент обратил внимание, во всех странах меняются армии, способы ведения боевых действий. По его словам, в войска поступают новые системы и высокотехнологичные образцы вооружений, поэтому интеллект востребован как никогда. В следственном комитете сообщили о гибели двухлетней девочки в Мозоре. В понедельник днем ребенок был дома вместе с мамой и сестрой. В 17.30 она самостоятельно вышла на балкон, залезла на детскую игрушку-качалку, потеряла равновесие и выпала из открытого окна седьмого этажа. Врачи сражались за ее жизнь, но ничего сделать не смогли. В стране продолжается вступительная кампания. Сегодня дополнительный шанс сдать СТ использовали абитуриенты, которые не смогли это сделать по уважительным причинам в основные даты. Кроме того, резервные дни по белорусскому и русскому языкам 14 июля по остальным дисциплинам 16. Результаты большинства тестов уже доступны. Так, физику на 100 баллов написали 17 человек, 11 получили высший результат по истории Беларуси. Сертификаты в пунктах сдачи начнут выдавать уже в этот четверг. В Абруське пройдут дни предприятий. 13 июля представители комбината хлебопродуктов встретятся с желающими найти работу с 10 до 12.00. В это же время, но уже 14 числа, завод КПД и автобусный парк номер 2 ждут кандидатов. Пришедшие смогут ознакомиться со списком вакансий, условиями труда и задать интересующие вопросы. Соискателей ждут по адресу Гоголя 7. Спасатели посетили палаточный лагерь на берегу Березины. Его организатор – Центр доп. образования детей и молодежи. Во время встречи специалисты напомнили ребятам о правилах безопасности. В частности, как вести себя у водоема, почему важно не оставлять костер без присмотра, как не заблудиться в лесу и что делать в случае пожара. Встреча прошла в рамках республиканской акции каникулы без дыма и огня.